МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телеканала «Звязда». В студии работает Капитолин Зинкевич и сегодня в эфире. Президент Беларуси Александр Локошенко подписал декрет, направленный на сохранение независимости и суверенитета страны. Посевная компания в целом в Беларуси выходит на финишную прямую, не сбавляя темпов, и северный регион. Посеяно у нас уже 150 гектар зернового клина. Зерновые и зерновобовыми. 200 гектар рапса посеяны. И в настоящее время ведемся в Кукурузы. В Беларуси планируют изучить имеющийся среди населения популяционный иммунитет против COVID-19. Перейдем к подробностям. Сохранение независимости и суверенитета страны. Президент Беларуси Александр Локошенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя. Такую информацию сообщает пресс-служба белорусского лидера. Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решение Совета безопасности обязателен для всех и подлежат безусловному исполнению. Основным вопросом будет вопрос выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. Принятый главой государства документ прокомментировала председатель Совета республики Наталья Качанова. «Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране, потому что мир, спокойствие, гарантии – это все то, что было обеспечено в нашей стране всегда». Спикер подчеркнула, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот декрет пришлось когда-либо реализовывать. Но его надо было принимать, чтобы показать, что никто здесь сегодня, как президент говорит, не держится дрожащими руками за власть. «Мы хотим сделать все, чтобы в стране были мир и спокойствие, чтобы наши люди никогда не испытали тех ужасов, которые они испытали много лет назад», – заявила председатель Совета республики. Ударными темпами в Беларуси продолжается пассивная кампания. Погода благоприятствует, а значит, нет поводов задерживать пассивные работы, техника и люди на полях от рассвета до заката. Это и понятно. Настало то самое время, когда, как говорится, день-год кормит Министерство сельского хозяйства и продовольствия дает следующую оперативную информацию. Яровые культуры в целом по стране посеяны более чем на 70% площадей, а это без малого 2 миллиона гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые, в том числе кукуруза, гречиха и проса, засеяны практически стопроцентно. Уже 90% от запланированных площадей занимает рапс, не сбавляя темпов сев льна, сахарной свеклы и картофеля. Этой культуре особое внимание, второй хлеб как-никак. К инспектированию хода посевной кампании накануне подключился президент Беларуси. С воздуха Александр Лукашенко оценил работы в Минской и Могилевской областях. Для аграриев это не стало неожиданностью. О своих намерениях лично осмотреть посевные площади страны глава государства говорил накануне во время совещания с участием губернатора в Беларуси. Тогда же были определены и конкретные сроки проведения посевной. Каждую неделю мне предоставляют отчет о ходе весенне-полевых работ. Пока отстаем. И скажу вам прямо, до 9 мая мы должны в основном посеять и свеклу, и лен, я уверен, что мы с этим справимся, и кукурузу, и половину картофеля. Останется только после 9 мая досеять картофель. Ну и что-то там по мелочам. 9 мая контрольная точка, 10-го я найду время. Определенные точки у меня есть за эти годы, выработались, чтобы осмотреть страну и делать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди. Из-за погодных условий в нынешнем году были сдвинуты сроки начала посевной кампании в стране. Больше остальных погода повлияла на темпы Витебской области. В целом же белорусские аграрии в 2021 году рассчитывают получить не менее 8,5 млн тонн зерна и 5 млн тонн сахарной свеклы. Витебская область, хоть и включилась в посевную позже остальных регионов Беларуси, сегодня аграрии используют каждый погожий день по максимуму. В хозяйстве Карпеки Полоцкого района хлеборобы перешагнули экватор посевных работ. Сегодня здесь активными темпами идет севцарицы полей, кукурузы. Из 200 запланированных гектаров хлеборобы уже засеяли 48. За ходом посевных работ нам удалось понаблюдать лично. Карпекские земли – самая низкая точка на Витебщине. Именно поэтому каждый погожий день, когда нет дождей, на особым счету у аграриев. Как говорится, успеет словить момент. Работать в такие дни приходится в буквальном смысле в ударном темпе. За плечами месяц посевной в нынешнем году засеивать поля Карпек пришлось недели позже. Прошлогоднего начали сева зернобобовых, после перешли к зерновым и ранним зерновым. Принцип посевной 21-го выборочный. Иными словами, засеивают те участки полей, которые успевают просохнуть от нескончаемых дождей. 3-го, 4-го, 5-го шли заливные дожди. Они нас, можно сказать, выбили из клеи до 9-го мая. Весь народ праздновал День Победы, а мы праздновали его на поле вместе с механизаторами. Поля подсыхают. Стараемся оптимально быстро ухватить эти места, где можно залезть. А также, если у нас поля есть, где влажно, еще не влезешь. Если погода сухая, значит, мы стараемся, чтобы побольше времени на поле провести. Ответственная работа, тем более клеоборобам. Ну, стараемся. Экватор пассивных работ клеоборобы Карпек перешагнули буквально вчера, сегодня на полях активными темпами идет сев кукурузы. Если погода позволит, к концу недели ее сев завершат. На сегодняшний же день из запланированных 200 гектаров посеяно 48. В настоящее время посеяно у нас уже 150 гектар зернового клина, зерновые и зерновобовыми. 200 гектар рапса посеяно. И в настоящее время ведем сев кукурузы. На яровой сев у нас порядка 840 гектар где-то ярового сева. Это включая зерновые, зернобобовые, яровые, рапса, кукуруза и однолетняя. Закладка 60 гектар пасьбища у нас и пайза гектар 100. Вот планируем, чтобы обеспечить свою кормовую базу для животноводства. Глина, чернозем, торфянка по своему составу почвы карпековских земель неоднородны. Именно поэтому особое внимание ее подготовке. Эти работы в хозяйстве также продолжаются. Чтобы летом 2021 урожай хлеба порадовал, сегодня их интенсивно удобряют. Азот, фосфор и калий – залог роста и развития растений. Минздрав Беларуси объявил о старте проекта по изучению иммунитета против COVID-19. Такая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства. Проект инициирован Минздравом Беларуси совместно с Роспотребнадзором России. С 14 мая поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19 смогут все желающие. Для этого необходимо сдать кровь для исследования на антитела COVID-19. Исследование по оценкам экспертов позволит выяснить уровень создавшегося на территории Беларуси так называемого популяционного иммунитета. Тестирование на антитела для жителей Беларуси будет бесплатное. Запись на тестирование будет только в электронном виде. Она будет доступна для беларусов с 12 мая. Впрочем, все подробности можно узнать на официальном сайте Министерства здравоохранения страны. Изучение общественного иммунитета – это еще один небольшой шаг в борьбе с COVID-19. Настоящим же гарантом биобезопасности населения может стать только вакцинация. И сегодня белорусские ученые продолжают работать над созданием отечественного продукта. В настоящее время уже получен кандидатный вариант вакцины, так называемая вакцина в пробирке. В промышленный оборот продукт планируют запустить уже осенью. Осенью, предварительно ноябрь месяца текущего года, это уже, как я сказал, трансфер с РНПЦ будущему производителю. Вакцина, опытно-промышленная партия уже будет выпускаться с конца 2021 года. Вакцинация – личный вклад каждого, чтобы остановить пандемию коронавируса. Сегодня это главный посыл от медиков. Очередные партии вакцины поступают в регионы страны. Так, в Новополоск накануне доставили 2175 доз вакцины «Спутник Ви». Медики отмечают, в Нефтеграде вакцинация против COVID-19 проходит активно. Вакцинировано более 3000 человек. Сейчас мы приступаем к третьему этапу вакцинации. Значит, продолжаем вакцинировать лиц старше 61 года, лиц, имеющих хронические заболевания. И переходим к таким профессиональным группам, которые имеют больше риск заражения, чем остальные. Это работники общественного питания, торговли, работники транспорта, работники государственных органов, обеспечивающих безопасность государства. Предварительная запись продолжается. И на данный момент уже записано, скажем так, в листе ожидания у нас более 2000 человек. Тем временем медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого пациента, несмотря ни на что. И в будни, и в выходные, и в праздники. На передовой не только врачи менее заметен, однако от этого не менее важен труд медицинской сестры. На посту они сегодня в свой профессиональный праздник в Беларуси его традиционно отмечают 12 мая. О нелегком труде в такое эпид непростое время в репортаже Глеба Прокофьева. Елена Никифорова уже более трех десятков лет в профессии медицинской сестры. Начинала свой трудовой путь в реанимации, а уже 8 лет работает в инфекционном отделении. Признается, о выборе профессии не пожалела. Обязанностью процедурной медсестры в инфекционном отделении предостаточно. Это не только непосредственно медицинские манипуляции или заполнение документации. Так же, как и врачи, медсестры готовы работать в нестандартных условиях. Это подтвердили и в период пандемии, когда пришлось быстро построиться подменяющие условия эпид-обстановки. Весь путь, который от начала, от надевания костюмов и заканчивая просто обслуживание пациентов, то это все у нас было отчеканено, конечно, от и до. И остается это до сих пор. Ну, а начало было, да, конечно, непростое, потому что, ну, сложности были во всем, что как одеться правильно и как выйти, как выйти в грязную зону, как выйти из грязной зоны. В целом в системе здравоохранения огромную роль занимает работа медсестры. Любое медицинское вмешательство, любая манипуляция не обходится без помощников врачей. Да, есть своя специфика в организации работы каждого отделения, каждого учреждения. Амбулаторно-поликлиническое звено, у них своя работа, своя организация, больше направленная на профилактику заболеваний, на диспенсеризацию населения. Персонал, который трудится в стационаре, да, он уже больше сталкивается с последствиями заболеваний, которые с лечением пациентов, вот, с лечением хронических заболеваний, острых состояний. Но, поверьте, неважно, где трудится специалист в поликлинике или в стационаре, любой отрезок работы очень важен для пациентов. В праздничный день от руководства больницы слова благодарности за ежедневный труд и, конечно, заслуженные награды. Почетные граммы от Новополоцкой больницы Федерации профсоюзов. Сегодня у медсестер праздник, но, несмотря на это, большинство из них на своем рабочем посту. Ежеминутно эти специалисты прикладывают огромные усилия, чтобы каждый из нас был здоров. Спасибо за труд. Глеб Прокофьев, Сергей Золынский, телеканал «Звезда». К этому часу у меня все. Я напомню, что наши программы в любое удобное время можно просмотреть на YouTube-канале нашего телеканала «Звезда». Свежие новости также доступны в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен ТВ». Оставайтесь с нами. Это новости в форме. С вами Анна Чижелитов. Добрый день. Во всех городах страны прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Главные герои праздника – ветераны. Офицеры и солдаты поздравили фронтовиков и провели концерты под окнами их домов. Для жителей и гостей столицы армейские творческие коллективы подготовили яркие концертные программы, военно-исторические реконструкции, выставки современной военной техники, спортивные мероприятия. В вооруженных силах подвели итоги телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда». Конкурсанты представили номера в четырех номинациях. Лучшие исполнители приняли участие в праздничном галоконцерте. Переходящий приз министра обороны получили артисты военно-воздушных сил и войск ПВО. Фотография белоруса, красноармейца Константина Капусты, погибшего при освобождении Словакии, передана участникам гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии». Байкеры в формате патриотической акции посещают памятные места, связанные с событиями Второй мировой войны. Фотокарточку советского бойца установят на месте захоронения солдата. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи. В минуты спокойствия, мгновения радости и счастья, минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей. Знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Мы едины, мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин